Школа обходится, получается, свыше миллиарда тенге. Просто у нас в Астане есть школы за 8 миллиардов тенге. Премьер-министр России Мишустин, говорят, упомянул вашу школу. Наша миссия – делать детей счастливыми, делать детей успешными. Наши ученики занимают первые места. Может, мне все бросить в Астане и переехать к вам? У нас бывает так, что за три месяца ребенок пришел, подготовился и очень высокий балл набрал, прошел. Я только что говорила ужасно. Либо вы знаете ответы на тесты, либо у вас здесь какая-то есть уникальная методика. Делитесь. 46 зяткерцев – это наши первые ласточки. 46. Сколько из них алтенберге? 5 алтенберге. Премьер-министр России Мишустин, говорят, упомянул вашу школу. В феврале этого года, 22-го года, с официальным докладом, оказывается, выступает премьер-министр, ознакомливается нашего президента Касмиджом Артекем Ильич Токаева с совместной деятельностью. И в тот момент, наряду с такими вузами, как Назарбаев университет или Сулейман Демилев университета, прозвучал именно зяткер хайскул в городе Шимкент, так как мы сотрудничаем, и наши студенты, наши выпускники поступают в Россию. И в связи с этим именно было упоминание про зяткер. Про вас. Слушайте, ну круто. Когда вы услышали, у вас, наверное, дрожь по телу, мурашки. Ну да. Да, гордость была. Мне сказали в Шимкенте, что вы сейчас лидируете по качеству образования. Если так говорят, наверное, так есть, ну не знаю, не нам судить, конечно, но мы горды своими результатами. С ребенком какая работа проводится? В сентябре сразу психологическая служба, школа, психологи, профориентаторы принимаются за детей, чтобы выявить их интересы, кем они хотят быть, их профессию будущую, а также есть ли какие-то проблемы, которые мешают им, ну как бы, заниматься, учиться. В чем мотивация ребенка? Пытаемся проявить, то есть пробудить мотивацию ребенка, затем уже он, включенный ребенок, в течение 9 месяцев работает, и он может достичь результата. Что у вас здесь на доске? Можно узнать? Доска почета для наших учеников, которые закончили нашу школу, то есть отучились у нас в 6 классе и поступили в Назарбаевскую школу. А что такое 1215-1210? Это количество набранных баллов. А сколько их нужно набирать? 1300. 1300 это самый порог получается, высокий, да? В прошлом году 1300 было, 1300, у нас вот Аскарка за Оружа, например, набрала 1215 баллов. А порог какой, чтобы поступить в нишу? Ну он каждый год варьирует, почему? Потому что каждая школа может принять определенное количество детей, например, на казахское отделение 100 детей может принять Чемкенская школа, Назарбаевская индивидуальная школа, и лучшие 100 учеников проходят. Оружа она, получается, моментально пришла? Я даже, насколько я помню, заняла первое место по Чемкенту. У нас каждый год наши ученики занимают первые места. 20-й год, 21-й год. Вот самое крутое, знаете, когда я как журналист спрашиваю, что вы сделали, да? Здесь по факту 34 ученика набрали очень высокие баллы. Из них там получается 1300 баллов нужно набрать. 1215 набрала Оружан, Аскарка за Бессинляли, Даниал 1210 баллов. Слушайте, это круто. И в этом году получается 39. Ой, в прошлом году, да, 39. А в этом году сколько? В этом году 54. 54. То есть вы все время наращиваете, да? Да, из обучавшихся 93 учеников у нас высшие баллы набрали 54 и поступили. Выиграли грант. Дети не выглядят уставшими? Посмотрите, пожалуйста, да? Замотивированные дети. А чем вы их мотивируете? Чем, что это за мотивация? Делитесь давайте секретами. Я считаю, что в первую очередь их мотивируют свои же результаты. Слушайте, я знаю очень много школ. Я в Астане была во всех школах. Очень красивые школы. Но чаще всего там говорят больше про какие-то навыки, да, там. Но мало говорят о том, что вот такие вот результаты. Конкретные результаты. Да. На самом деле показывать конкретные, четкие, наглядные результаты очень сложно. Это огромный труд. В первую очередь дети. Они сдают тесты еженедельно. Каждую неделю по субботам, по пятницам они сдают тест. С недели на неделю у них повышаются результаты, у них появляется конкуренция, они хотят быть первыми. Плюс каждую неделю мы выбираем самого лучшего ученика и награждаем нашими именными значками, какими-то фирменными футболками. Айфонами нет? Разными вещами. Айфоны есть. Я же говорю, здесь уже, мы сейчас поймем все секреты. Еще тесты, подарки. Третье. Мы их мотивируем тем, что проводим тимбилдинги. Наши учителя заувлеченно вместе с ними играют. Они вместе выезжают и в Туркестан. Дендропарк, у нас здесь хороший парк есть. Фиркан играет. А в какое время приходят дети в школу? В 8-15. Занятия начинаются в 8-15. А, в 8-15 начинаться? А заканчиваются? У нас две параллели. Одна параллель идет на завтрак, одна на учебу в 8-15. Заканчиваются в 5-30. О, а что они делают с утра, до вечера? До 3-х с половиной часов они усиленно занимаются. После 3-х с половиной, до 5-30 они занимаются интересами, для себя интересами и кружками. Что это? Шахматы? Шахматы, футбол, тайквондо, танцы, рисование, актерское мастерство. Все это входит в стоимость, да? Да, это все входит в стоимость. А как вы набираете педагогов? Потому что педагоги – это самое главное в школе. Да, Динара, на самом деле это у нас в Шамкенте очень огромная проблема, что большой дефицит, недостаток высококвалифицированных учителей. Мы сотрудничаем с вузами, с хорошими вузами, мы с ними заключаем меморандум, мы у них берем, заранее запрашиваем самых хороших выпускников. Плюс мы ищем с других городов, объявляемся в хэдхантере, объявляем конкурсы большие. Я слышала, что у вас в школе в Зетке очень хорошие зарплаты у учителей, это правда? Это правда. О какой сумме идет речь? Ну, учителя начальных классов, например, у нас получают… Средняя зарплата у нас 500 тысяч получается. Слушай, ну очень хорошая зарплата, 500 тысяч сеньгей зарабатывает учитель. Это сейчас норма по Казахстану. Да? Да. Я первый раз такие цены слушаю. В Шумкенте 500 тысяч сеньгей это считается средняя зарплата? Для учителей. Ну да, я поняла. На самом деле сейчас для учителей поднимают статус учителей, поднимают их зарплату. Нет, я очень рада, что учителя получают такую хорошую зарплату. Но я просто не знала об этом. Недавно в 2020 году приняли закон о статусе педагога, в рамках которого предусмотрено в течение двух или четырех лет в два раза поднять зарплату у педагогов. Ну вот вы, например, работали в НИШ, сколько вы зарабатывали? Учитель нам 120 тысяч. Ну вот, это было 7 лет назад. Это было не так давно. Да. И сейчас 500 тысяч в вашей школе. Средняя зарплата. Друзья мои, если вы хотите жить на юге Казахстана, вы педагог по образованию, лежите. Хороший педагог. Приходите в школу. У меня аудитория хорошая. Приходите в школу, потому что, ну, во-первых, в Шумкенте тепло, да? Во-вторых, слушайте, зарплата классная. Чтобы показывать хорошие результаты динары, они должны получать такие хорошие зарплаты. 100 тысяч сеньгей, я думаю, вы и требуете с педагогов полную отдачу. Ну, даже не в том, что требуешь. Как бы мы исходим из того, что и учителю тоже интересно. Он хочет же, то есть каждый человек хочет реализоваться, хочет сказать, это мой след, да, например. И у нас работают такие учителя, которые тоже болеют за детей. Хотят им дать все самое лучшее, чтобы они продвинулись вперед. И таким образом они хорошо зарабатывают. Ну и плюс они могут сказать, вот это я сделал, это мой труд, это дети, которые прошли через меня, и они теперь достигли. В каком формате проходят уроки? Ну, уроки проходят в различных форматах, конечно, как и традиционно, так и могут быть на улице проводиться уроки, могут нестандартные. Интерактивные уроки у нас проводятся, командные работы применяют. Вы сотрудничаете с другими школами, например, со столичными, с алматинскими? Мы проводим обмен опытом, да. Мы вот недавно посещали Астанинскую школу, алматинские передовые школы посещали, обменивали с опытом, возговаривали с учредителями. Педагогами не обмениваетесь? Педагогами нет. Слушайте, ну, если бы у меня в столице была школа, я бы к вам обратилась, да, потому что, ну, слушайте, у вас очень крутые результаты по поступлению в ниш, да, то есть меня бы это заинтересовало. А вы готовы, например, делиться вот к этим коллаборациям? Да, конечно, мы открыты всегда. Делиться опытом, делать коллаборации. Что-то кажется, у нас не готов. Да, она такая, мы готовы, у нас такой, не, не готовы. Не готовы или готовы? Нет, на самом деле, обмен опытом это очень классно, потому что мы в основном с учителями, мы приглашаем хороших учителей с Назарбаевской той же школы, иногда может с КТЛ, чтобы они нам прошли мастер-классы. Мы вызываем топовых учителей, которых мы лично знаем. А во время пандемии как вы обучали, не ухудшились показатели? Нет, по результатам года у нас нет, такие же результаты не ухудшились. То есть все дети учились онлайн? Там почти год же, да, получается, учились? Нет, мы не учились год, мы три месяца учились онлайн. А, только им три месяца учились онлайн? Да, три месяца. Слушайте, ну мне нравится, 16 человек в классе, такое ощущение, что я нахожусь не в Шемкенте, а где-нибудь в столице, в Алма-Ате. Я знаю, вы сейчас строите новую школу, новое здание. Мы сейчас строим в городе Шемкенте новое здание, оно как бы полностью проработано под школу, и там есть все необходимое. Оно 7 тысяч, порядка 7 тысяч квадратных метров, есть спортзалы, уличные спортивные площадки и лаборатории. Все это включено, и мы предусматривая это все строим новую школу. А сколько здесь квадратов сейчас в данной школе? В данной школе порядка 3,5-4 тысячи квадратных метров. А в новой школе? А в новой школе 7 тысяч. У меня Диана, знаете, мечтает о шкафчике, она даже готова поменять школу ради шкафчика. То есть у каждого ребенка есть свой шкафчик? Да, у каждого ребенка есть свой шкафчик, ну у этого есть тоже предыстория. В принципе, мы когда, например, школу запускали, обсуждали, какие шкафчики будут. И кто-то говорит, давайте такие деревянные, которые есть из ДСП. Я говорю, нет, давайте такие шкафчики железные, потому что это тоже была и моя мечта, например. Мы смотрели все американские фильмы Голливуд. Это прям в смысле какие-то такие же, как в Америке, да? Ну да, такие же, как в Америке. Раз мечтали сами, но не смогли этого получить, давайте уж наше следующее поколение будет реализовывать свои мечты. Слушайте, ну шкафчики с замками, а если ребенок забудет ключик? У нас есть запасные ключики, есть у аккураторов. А вообще дети ходят к вам с рюкзаками, со всеми школьными принадлежностями? Они здесь оставляют свои учебники. То есть не нужно, да, с собой носить вот этот тяжелый рюкзак? Да. А домашние задания, как они делают? Они здесь выполняют, в школе. То есть домой человек приходит просто поспать? Да. Отдохнуть? Ребенок под ключ, мы его отправили, мы его обучили, сделали домашнее задание. Он кружком по интересу сходил, покушал питательно, им полезно, и домой вернулся. Можете посмотреть с ним фильм, разговаривать, поиграть. Слушайте, хорошая фраза, ребенок под ключ. Если мы охватим 100 тысяч детей, и им дадим качественное знание и воспитание, тогда эти 100 тысяч детей, когда создадут свои семьи, это минимум еще 5 человек, на которых они влияют. Таким образом, мы можем сказать, что мы на 500 тысяч казахстанцев окажем какое-то положительное влияние, и эти 500 тысяч казахстанцев встанут в экономику, будут поднимать эту страну. Дальше будут оказывать хорошее влияние. Откуда вы берете идеи? Потому что первая ваша изначальная идея, когда вы открывали свои учебные центры, это поступление в нишу. То есть рынок рождает эти предложения? Нет. И рынок тоже. Изначально, если поглубже посмотреть, я могу сказать, что мы оба были зациклены, как бы сконцентрированы на том, чтобы хорошо учиться. Изначально в школе мы хорошо учились. У нас закончили на красный аттестат. Мы постоянно были направлены на образование. Все мысли и будущее связывались с образованием. Есть даже такая история, можно я расскажу. История в том, что, например, вообще как мы познакомились и через что мы познакомились. Или начали испытывать друг другу симпатию, можно так сказать. Учились, это был 11 класс, и мы уже готовились к ЕНТ. ЕНТ тогда сдавали. И, может быть, это был поводом, но я ей звоню, и мы там вопросы по истории у друг друга спрашиваем, задаем и готовимся. А потом по математике. У нас сблизило ЕНТ, короче. У нас сблизило, можно сказать, образование. И после этого симпатия, ну, как бы любовь. И мы... Вот семья. Здесь у нас каворкинг. Здесь проходят с детьми различные мероприятия. Мероприятия, собрания. Здесь дети могут сами в свободное время заниматься, либо отдохнуть. А сколько детей у вас сейчас обучается в школе? Сейчас в школе обучается 630 детей, но, в частности, в этой школе старших классов 90 учеников. То есть в этой школе в high school 90 человек, да? 90 учеников. 10-х классов 11-х и 100 учеников 5-х, 6-х классов. А педагогов сколько? На общую школу педагогов около 80. 80 человек работают, получается? Только педагогов 5-х классов. А на курсах обучающих там другие педагоги? То есть вы разделяете, или они все-таки как-то пересекаются, могут и там, и тут преподавать? Нет, сейчас в данное время у нас разделяем. На курсах одни, в школе другие учителя у нас. А почему именно школа? Можно же было открыть любой другой бизнес? В 18-м году у нас дочка пошла в первый класс, и она ходила в школу, государственную школу, и там были такие проблемы, что после школы нужно было и возить на кружки, там питание, где попало. И поэтому как бы полноценно мы для себя, для своей дочки открывали школу. Слушайте, мне нравятся наши казахи, да? В общем, туда-сюда возить, я решил, открою высшие школу. Знаете, вам было легче открыть школу, нежели водить ребенка по кружкам. Ну, это было же не только в тот момент, она как бы долго родилась, эта идея, и долго ее вынашивали. Мы работали в сфере образования до этого, в Назарбаево-интеллектуальной школе, и, видя это, сложились карты, возможности. А сколько вы проработали в НИШе? В местной, да, школе вы проработали? Назарбаево-интеллектуальной школе города Шимкент, я проработал 7 лет. Кем? Учителем, ну, на разных позициях, учителем, профориентатором, именно, который помогает детям подбирать вузы. Вот он, в чем секрет, а я-то не могла понять. То есть вы знаете всю систему НИШ, да? И вы знаете, как подготовить ребенка к поступлению в НИШ. Получается так. Мы знаем программу, по которой обучаются НИШ, которая нужна для поступления в НИШ, и мы эту программу детям даем. Вы тоже там работали? Да. А кем вы работали? Учителем химии. Все понятно. В общем, семья, два педагога, поработали 7 лет в НИШ и решили, так, мы откроем свой НИШ. На самом деле, Дина, этот же спрос назревал очень давно, потому что до этого мы работали же на курсах, у нас были курсы образовательные. И от наших же родителей, детей нашего курса, был спрос на школу. Они у нас спрашивали, у вас есть курсы, есть ли у вас школа, мы хотим отдать вашу школу. У вас этот спрос родил предложение. Желание, я думаю, открыть школу и помочь детям поступать в НИШ, потому что все казахстанские дети хотят поступить в НИШ. Приходит каждому учителю, я думаю, когда ты в системе, ты видишь изнутри все, но не у каждого получается. Для этого нужно все-таки иметь жилку, бизнес, понимать вообще, как выстраивается бизнес. У вас в целом работает на вас 130 человек, да, 130 педагогов. Мы постоянно обучаемся, конечно, ездим на семинары, ездим с различными, ну, и казахстанские, и зарубежные. Нет, а как вы выстраивали вот эту бизнес-стратегию? Бизнес-стратегию? Концепт, вот эту архитектуру, да, школы? Она выстраивалась по мере роста, конечно, но требуется иногда сделать скачок, выстроить систему и уже брать новые горизонты. Ну, по мере роста, по потребности мы выстраивали систему, как бы так, из низов росли, можно сказать. А сколько вот у вас первый набор детей было, сколько? В первом наборе было порядка 33 детей всего лишь, 33 ребенка. 33 это на курсах? Да, на курсах. Нет, а в школе? В школе первый год, в 19-м году мы набрали 300 учеников. Сразу? Да, сразу, за один месяц. Ваши курсы, получается, сделали хорошую рекламу для вашей будущей школы? Да, так и случилось уже, наши родители знали про Азиаткер, они уже хотели, они ждали эту школу. Так вам нужно расширяться и по всему Казахстану, получается, открывать эти курсы? Мы так планируем. Хватит сидеть в Шумкенте? Да, мы так планируем, да. Вам нужно выходить на рынок? Дай бог. Семейный бизнес зародился вообще, эта идея пришла тогда, когда я сидела на декретном отпуске со своим сыном. Я взяла домой на обучение подготовку к ниш детей, которых подготовила, и они поступили в ниш. Дальше пошли рекомендации, захотели еще больше детей заниматься и поступить в ниш. И тогда у меня появилась идея открыть маленький учебный центр. То есть первый клиент приходили сюда к вам домой? Да. Ну, не в этот дом, конечно, но в другой. Мы тогда жили на съемном жиле, в квартире. Тогда Ужас заработал в нише, а я с шестимесячным ребенком. Мне было скучно дома. Я не хотела просто так сидеть с пеленками на кухне. И ко мне пришла идея, я подала объявление, раскидала всем своим родственникам. И вот так вот собрала я детей, троих. Они хорошо подготовились, сдали экзамены и поступили в ниш. И на следующий год уже появились еще знакомые, еще они рекомендовали. И таким образом мы... Я сказала Ужасу, давай откроем центр учебный. Тогда у нас еще немного было учебных центров в городе. Мы нашли помещение, вот Ужас искал, занимался этим всем. Ужас просто, наверное, устал приходить домой и куча детей. Чужих. Можно так сказать, да. Готовиться к поступлению в ниш. Вы сразу поддержали идею жены? Да, потому что я, в принципе, всегда хотел заниматься бизнесом. Ну или там своим делом, можно сказать. И эта идея прошла, можно сказать, через все мои фильтры, например. Какого рода фильтры есть? Нужно хорошо зарабатывать. Через этот фильтр, например, бизнес, он проходит. Да, есть такой потенциал у этого дела. Потом нужно, чтобы это дело было, если так сказать, халяльное, халал-дело проходит. Образовательный действие проходит. Еще что. Это еще что. Ну, в общем, через такие фильтры проходит. И таким образом я сразу поддержал данную. И мы решили открывать учебный центр. Ваш образовательный бизнес начался именно с учебных центров? Да. Сколько их всего сейчас? На данный момент шесть. Шесть учебных центров. Слушайте, ну вы растете. Это за семь лет работы. Помните, как открывали ваш первый учебный центр? Да, конечно. Помним. Такой момент был. Выбирали помещение. Нет там будет, нет здесь будет. Голосовали, что-то такое. Или где выбрали? Название придумали. Здесь спортивный микрорайон, где мы сами выросли. В школе там учились. И в этом микрорайоне мы открыли первый наш центр в 40 квадратных метров. Мне сказали, что в Ниши Шемкенске, да, у вас здесь две школы, там конкурс, по-моему, на одно место 13 человек. Да. Если я не ошибаюсь. Ну, подают документы больше тысячи человек, 1300-1200, а набирают 100 в одну школу. 100 в одну школу и 100 в другую? В другую школу. Подают в каждую школу более 1000 человек. Окей. И вот из этих 200, которые поступают в Ниши Шемкенске, сколько вот ваших учащихся, ваших учебных центров? Больше 100 человек у нас. Больше 100 человек, да? Наши занимают гранты. А сколько времени нужно для того, чтобы подготовиться вот так вот и прям точно поступить? Вообще зависит от способности ребенка тоже. Но в среднем у нас готовится год. То есть за год можно хорошо ребенка своего подготовить? Очень даже, да. Здесь та же самая доска почета, которая была у вас в школе, или это другая? Нет, это другая. Это дети, которые учились на курсах у нас, а там в школе. Это 19-20 год. То есть дети обучались где-то около года, да? Да. Кто-то год, кто-то 6 месяцев. То есть, а кто-то даже... Кто-то два года. Вот смотрите, серия Касымхан набрала 1238 баллов. Да. А максимум там 1200, да? 1300 было тогда. А, да, было 1300 баллов. А сейчас? 1500 сейчас, да. То есть каждый раз увеличивает, да? Предмет еще, естество знания добавили в этот тест, и поэтому 1500 общий балл. Слушайте, ну у вас получается половину учеников в ниш готовите вы? В Шемкенте половину, больше 50% могу сказать с уверенностью поступают от нас. К вам приводят своих детей директора школ, педагоги, потому что это такой самый лучший тест? Да. Приводят? Приводят. Можете прям привести пример? Да, у нас обучаются дети нескольких директоров школ государственных, директора Назарбаевской той же школы. То есть они приводят к вам детей для того, чтобы подготовить к нишу? С своего ребенка к нишу, да. Ну вообще за качественными знаниями. Ну не обязательно в 5-6 класс приходят, приходят в 1-й класс. И в школу тоже. И они не для ниша приходят, они просто приходят для себя за качественными знаниями. Ну окей, но мы все-таки видим ваши результаты и поступления в ниш, и ужас. У меня такое ощущение, что либо вы знаете все тесты, либо у вас какая-то спецподготовка, я не знаю, знаете, как к бою. Что это за методика? На самом деле все вопросы, тесты, программу мы разрабатываем сами, основываясь на тех данных, которые есть в общедоступном интернете, в той же школе Назарбаевской. А что, вы можете предсказать какие-то вопросы? Нет, мы смотрим на образцы, которые нам даются, и дополнительно сами под эти образцы придумываем задания. А не происходит такого, как в Китае, да? Например, китайские ученики, они вообще вот просто там полнишь и зубрёшь, да? Нет. Но затем креатива... Сейчас же программа не такая, Динар, сейчас же программа на критическое мышление. В этих тестах они направлены на выявление критического, логического мышления ребёнка, на критическое чтение. Они должны сделать синтез, анализ того, что они прочитали, и из этого найти ответы в этих тестах, да? Так они не зазубривают, они развивают своё мышление. В общем, все эти дети сейчас уже, я так понимаю, учатся в ниш, да? Да. А те, кто поступил в ниш, они могут оттуда вылететь? Да, могут. И могут снова к вам прийти заново? Обычно так не бывает. На моей практике, когда я работала, был один случай, что выбывали, ну то есть не то, что выбывали, а исключали из школы за низкие оценки. Там, насколько вот я помню, за две тройки исключают из школы. Но таких детей бывает очень редко. Давайте посмотрим, как проходит у вас здесь обучение. Давайте. Потому что у вас шесть учебных центров, и везде здесь готовят к нишу. Расскажите, как проходит процесс обучения, потому что я пытаюсь, знаете, узнать секрет у семейной пары, у Ужаса и Даны. Как так получается, что 50% получается учащихся в ниш поставляете вы? Да, на самом деле это нелёгкий труд. Я в своей команде, в команде из 45 учителей вносим очень много энергии. Во-первых, это развитие учителей. Мы вкладываем в их развитие это менторство, это обучение, это повышение квалификации. То есть важна сила в педагогах, да? В педагогах, да. А также мы строим систему мотивирования детей. Делаем так, чтобы детям было интересно. А я видела там, то есть там у вас какие-то деньги. То есть они, получается, зарабатывают деньги, да? Зарабатывают деньги за выполнение домашних заданий. А не тяжело детям после обычной школы приходить дополнительно заниматься и готовиться? Ну, конечно, это энергозатратно. Наверное, сладеньким физически детям тяжеловато бывает. Но сейчас время такое, что родители готовят детей к конкурентности, обучаемости. Все хотят, чтобы дети достигли чего-то. А все начинается с качественного образования. А сколько времени нужно, условно, чтобы подготовить ребенка к поступлению в ниш? То есть, скажем, бывает, родители поздно очнулись, за пару месяцев. У нас бывает так, что за три месяца ребенок пришел, подготовился и очень высокий балл набрал, прошел. Ну, то есть, бывают особо одаренные дети. Ну, а в среднестатистике 70% детей готовятся около года и проходят тест успешно. Я только что говорила ужасно. Либо вы знаете ответы на тесты, да? Либо у вас здесь какая-то есть уникальная методика. Делитесь. Знать ответы невозможно, потому что ежегодно тесты подготавливают эксперты из-за рубежа. То есть, эти тесты ежегодно меняются. У нас есть уникальная методика, которая в буквальном смысле прочесывает все темы. И мы как готовим? Мы не обучаем, как в школе, мы готовим детей навыкам. То есть, обучаем детей навыкам. Навыкам анализа, синтеза, восприятия информации. Навыкам быстрого решения математики, быстрого применения логических способностей. Потому что тесты, они даются на время. Например, за 30 минут они должны решить 60 вопросов. То есть, это за 30 секунд они должны решить и закрасить эти ответы. То есть, таким навыкам мы готовим. Бывают дети очень способные, умные, но медлительные. Таким мы уделяем отдельное внимание и работаем над скоростью. Это называется в педагогике дифференцированный подход. А вот ребенок не поступает, родители потом не возмущаются? Вот я год водил в диаткер. У нас, честно сказать, не бывает. Ну, бывает, конечно, единицы. Ну, максимум один родитель в год может прийти возмутиться. Но в целом, даже те, которые не поступают. Даже если взять в наших центрах, 50% не поступают. Не буду брать. Хотят все обучать, но там же места ограничены. Еще в городе сотни других учебных центров, из которых тоже проходят дети. Но все родители, которых детей не поступили, они очень большую благодарность выражают. Методика приближенная к программе образования в Назарбаеве интеллектуальной школе, которая обучает именно навыкам, а также дифференцирует слабые места детей. То есть к слабым детям. То есть вы выявляете, получается, слабые места и затем... Слабые и сильные места. И индивидуально с каждым ребенком, с отдельными заданиями работаем, подходим к детям. Иногда мы даже подбираем программы под отдельного ребенка. Бывают такие случаи, да. Кто-то знает, там, у нас даже были такие дети, которые жили в Сингапуре какое-то время, переехали к нам абсолютно, 100% называют английский язык, но на нуле казахский язык. И мы для него заменяли английский язык казахским, ставили полное расписание казахского языка. А можно привезти к вам прям двоечника-двоечника и из него сделать прям круглого отличника? Очень редко, но бывает. Есть случаи. Вы строите школу, строите не за счет государства, строите за свой счет. Во сколько она вам обходится? Если честно, в этом проекте есть партнеры, есть кредитные, заемные средства. Ну да, школа обходится, получается, свыше миллиарда деньги. Один миллиард деньги? Да. Это сколько тысяч квадратов? Это 7 тысяч квадратных метров. На 500 детей? Да, на 500 детей. Миллиард деньги? Миллиард деньги. Просто у нас в Астане есть школы за 8 миллиардов деньги. Но вы не боитесь тратить такую большую сумму на школу, потому что вы уверены в своем продукте. Мы уверены в своем продукте. Это наша профессия. Это наша жизнь, проще говоря. Это смысл такой, да. Просто смысл жизни. А куда еще вкладывать эти деньги? Ну вот это тяжело семейный бизнес иметь, потому что вы оба в операционке, да? И учебные центры, и школы, да? То есть дома. Где у вас заканчиваются разговоры о школе, об образовании? Во сне? Я думаю, вы скажете, типа, вот за порог перешагнули, все, не говорим. Нет, так, к сожалению, не получается. Не получается. Не получается. Мы постоянно говорим о работе. И на кухне, и в спальне, и с гостями, и с родственниками. Не знаю, наверное, у нас больше тем нет. Да, всех в эту тему завлекли как-то, не знаю. Наверное, совсем с нами скучно. Классы у вас уютные. Я так понимаю, что в новой школе они будут больше? Да, будет почти в два раза больше. В два раза больше, но учеников будет столько же? Такого же, конечно, под 16 учеников. Зачем вы тогда строите новую школу? Потому что мы сюда не помещаемся, Динар. Ну, вы хотите просто, чтобы такое же количество учеников училось, просто будет просторнее? Просторнее, поуютнее, красивее. Так и хочется спросить, сколько зарабатывает директор школы? Шучу. Какой у вас педагогический старший? 26 лет в высшей учебной школе и год, вот первые 9 месяцев в школе. То есть 9 месяцев всего? 9 месяцев в школе. Это получается, в прошлом году вы пришли? Абсолютно верно. И сколько выпускников у вас? Сколько выпустили 11 классиков? 46 зиаткерцев, это наши первые ласточки. 46. Сколько из них Алтенбельга? 5 алтенбельгийцев. Они все оправдали свой знак Алтенбельга. Хотя они пришли к вам в прошлом году всего. А, да, они пришли к нам в прошлом. Кто-то семерка, кто-то восьмерка. Это что, дети круглосуточно учатся? У нас школа полного дня. С 8.30 до 17.30 наши 10-11 классы зиаткеровцы прибывают в школе. Расскажите вот о самой системе. Как обучать? Что нужно делать для того, чтобы ребенок стал там Алтенбельгой, да, или там высокий алтенбельг, да, поступил в нишу? Что за методика такая? Первая — это высокопрофессиональные учителя. Учителя с большой буквы. Практикующие психологи. Постоянно на протяжении 9 месяцев психологическое сопровождение. С первого дня приема детей к нам в школу, с 1 сентября — это психологические тренинги, командообразующие. Так как дети пришли к нам с разных уголков нашего Казахстана. У нас есть дети из Нур-Султана, у нас есть города Шемкент, различных школ, сильных, и, ну, по рейтингу слава. У нас есть дети из города Сарагаша, Житсая, Морзакент, Шардара, Шаульдер. Вот такая география, очень большая география. И когда приходят дети уже старшего возраста, ну, вы понимаете, у них у каждого свой стержень, свое мировоззрение, свой характер. У каждого своя подготовка или же слабая подготовка школьной в школе. Поэтому обязательно психологическое сопровождение. Я хочу сказать отдельное спасибо. Вот налаженные вот этой системе, частные методики нашей школы, которую заложили в свое время, 7 лет назад, наши учредители, Данна Габитна и Лжа Жакипович, изначально с открытия первого центра, обучающего центра, они внедрили это профориентация, профильно-экспериментальная работа, то есть это еженедельный мониторинг знаний, достижений учеников, это психологическое сопровождение. Это изначально было. А не сложно? И мы эту традицию взяли себе в взятки. А не сложно каждую неделю проводить тестирование? То есть это же стресс и для детей, и для педагогов? Поначалу, да, сложно, но потом привыкают и дети, и педагоги. Потому что там люди раз в год сдают тесты. Вы знаете, вот самое интересное, когда у нас закончилась первая четверть в конце октября, и мы должны были уходить на каникулы на недельные, наши дети, зятки, рост 10-11 классов, говорят, «Дважа Серикам, пожалуйста, можно мы не будем дома? Можно мы будем приходить в школу?» Я так удивилась, я думаю, они устали за эти первые два месяца, пока адаптировались, пока мы к этой полного дня расписанию их приучили, пока каждые за два месяца 8 пробных контрольных тестов недель, да? Я думала, они обрадуются, они наоборот говорят, «Мы не хотим быть дома, мы понимаем, что у нас осталось всего 7 месяцев, мы много чего еще не знаем, и много чего еще должны наверстать, пожалуйста, можно будем приходить в школу?» То есть ученики уже с каждым годом становятся все осознаннее и осознаннее? Мне понравилось, что вы работаете над командообразованием, да? Это ведь не в каждой школе об этом вообще задумывается, потому что все абсолютно успешные люди говорят о том, что твой будущий успех зависит от твоего окружения, да, от той среды, которая тебя окружает. Абсолютно. И получается, когда ты видишь, что твой одноклассник старается, да, там у него хорошие оценки, естественно, ты сам тоже подтягиваешься. Да, вы знаете, высококонкурентная среда по знаниям. Они соревнуются между собой по результатам знаний, по подготовке к ЕНТ, к сдаче единонационального тестирования, или же к предметным олимпиадам, или же по Айлс, или же они же приходят к нам с одной мечтой, они приходят с мечтой минимальной поступить, набрать в топовые вузы Казахстана, сдать ЕНТ. И первый месяц, когда мы уже, первая декада у нас сентября, это уроки профориентации с высокопрофессиональными профориентаторами. У них раскрываются глаза, куда они могут еще попасть. Не только топовые вузы Казахстана, но и топовые вузы мира. Они хотят готовиться уже к сдаче экзамена SAT, зарубежные вузы. Они хотят попробовать сдать НУЭД, это Назарбаев университет, не уча 6 лет в нише. Для того, чтобы поступить в Назарбаев университет, нужно учиться 6 лет в Назарбаев институтальной школе. Мы провели такой эксперимент в этом году. Весь год у нас апробационно пошел. Мы взяли троих детей, у которых не было мечты поступать в Назарбаев университет, и просто попросили разрешение у родителей, у нас же полный рабочий день школы нагрузка у детей. Мы попросили троих родителей разрешить нам готовить их детей по субботу-воскресенье. Они нам дали разрешение только с января, только после того, как они сдали первое свое платное ЕНТ. Они говорят, все хорошо, он немножко укрепился в знаниях, готовьте. И вот за 3 месяца, январь, февраль, март, 10 апреля они сдавали НУЭД в Шенкенте, трое детей. И понимаете, после результатов, которые они получили, приходят и говорят, вы представляете, оказывается, это реально набрать 120 баллов, чтобы поступить на Назарбаев университет. Нашим детям при подготовке в 3 месяца, неделю-два раза, не хватило всего 8 баллов. Они набрали 112 баллов. То есть, если бы мы их готовили, и они бы разрешили нам их готовить с сентября месяца, я думаю, что они поступили бы наверняка в Назарбаев университет. Но у нас есть наша гордость, Исаев Рассул, зяткировец, результаты которой мы ждем со дня на день. Он получил очень высокие баллы по SAT, у него высокий балл по IELTS, и мы надеемся, что он поступит на Дарик, то есть на первый курс сразу. Мы ожидаем. Куда? Назарбаев университет. На первый курс? На первый курс, да. Он проходит конкурс уже своими баллами. Он проходит конкурс, мы просто ожидаем, ожидаем его результата. Меня удивляет желание родителей, да, вот такое ощущение, что, не знаю, у нас в столице точно все включены в то, чтобы ребенок поступил в НИШ. Мне кажется, это больше не дети хотят родителей, а амбиция родителей. Есть такое, да. Да, это, наверное, ошибка, которую многие люди допускают. И не только в отношении НИШ, но вообще навязывать своим детям какие-то личные амбиции, да. И с этим важно работать. Да, НИШ поступать — это хорошо, но в любом случае родителю нужно разговаривать с ребенком, чувствовать его желание. И я думаю, только тогда может что-то хорошее. А что, например, окончание именно НИШ дает какую-то гарантию, что ты будешь на 100% успешен в жизни? Ну, среда, и среда, ну, например, ученик бы учился в другой среде, ну, в другой школе учился бы, на него влияла бы та среда. Он, даже если не самый сильный ученик, ну, он какого-то качества выходит. А в НИШ, получается, общая среда выше, и ученик тоже более с глубокими знаниями выходит, даже если это не номер один в классе. И таким образом дальше, ну, безусловно, в НИШ, например, выпускники НИШ, они владеют английским языком, наверное, ну, 100% владеют английским языком. Также по предметным, по математике, по физике. Они видели, да, это, и они выходят, поступают в университет, им это легко дается, за границу поступать легко дается. В Назарбаев университет поступает легко, хотя это не лучшие ученики в НИШ, но они могут поступать, видите. Я здесь увидела результаты IELTS, почему я знаю, потому что у меня сын сдавал. Вот эти дети, они у вас проучили сколько? 9 месяцев. 9 месяцев. Слушайте, и они таких хороших результатов достигли, смотрите, у кого-то IELTS 6,5, 7,0, 8,5. Некоторые из них приходили с балом 3 IELTS и поднимались до 6. Как вы это делаете? Усиленно. Усиленно, с утра, до вечера. Я могу прийти к вам в школу и усилить свой IELTS? Да. То есть это за какое? За 9 месяцев? Приходите, приходите. За 9 месяцев. Можно я не все бросить в Астане и переехать к вам? То есть за 9 месяцев можно прям подтянуть так хорошо английский? Не только английский, плюс еще IELTS можно подтянуть. Меня радует, что система NISH породила вообще весь этот рынок. То есть она его создала, потому что у нас в столице очень много учебных центров, которые в первую очередь говорят о том, что мы там знаем, как поступить в NISH, мы знаем, как поступить в КТЛ. Я знаю, что вы вот КТЛовец. Да, КТЛовец. С КТЛа есть что-нибудь в Зеоткере? С КТЛа? Ну, наравне со знаниями, ну, больше упор на КТЛ идет по воспитательной части. Именно такие традиционные ценности или там казахские ценности, которые в КТЛ, они как бы продвигаются. Это мы, я думаю, взяли из КТЛ. Это урок такой или что? Это и уроки, и культурно-развлекательные программы, и там КТЛ, там, КТЛ, это значит, пообщаемся, там, я тебе что-нибудь расскажу полезного. И вот такие у нас тоже методики существуют. Балдар, Рацун, ДРУ, особенно со старшими классами, их скоро выпускать, они пойдут студентами, будут, в принципе, будут уже самостоятельные решения принимать. И нужно какие-то ориентиры им за согласие, какие-то ценности, которыми они бы не переступали бы эти. То есть вооружить их какой-то щитом, защитой от негативного воспитания извне. И то, что вы говорите, что сейчас НИШ создал рынок, да, и это очень классно, что очень много образовательных центров, подготовительных центров, школ частных, которые равняются на НИШ. НИШ, это достаточно за последние пару лет, 2-3 года, поднимает уровень образования. По крайней мере, в Шымкенте, вот мы находимся непосредственно в этой среде, мы замечаем, что уровень образования в шымкентских школах, так как они равняются на НИШ, на КТЛ, конкуренция большая, повысилась, да, уровень образования. Ну, вообще НИШ как система, например, которую в 2008 году начали ее продвигать, продвигать, создавать, и вся эта сеть из более 20 школ. И это как система, она в общем повлияла на систему образования Казахстана, не только в том, что есть учебные центры и рабочие места для учителей, или еще другие вопросы. В целом мы как бы повернулись лицом к образованию, к школьному образованию и начали качать это образование. И сегодня у нас очень как бы все начали к этому равняться, и частные школы, когда нас... Да, и в принципе мы систему образования подняли в Казахстане именно школьного образования. И все еще продолжается это. Но НИШ еще является кузнецей кадров для частных школ. Вот в вашей школе сколько педагогов из НИШ? Вы-то и сами работали там? Мы сами работали. Наша сестренка, которая занимается курсами, тоже там работала. Сейчас на данный момент трое учеников закончили Назарбаев интеллектуальную школу, отучились за рубежом. Двое из них в Германии, один в Америке, и сейчас они работают у нас. То есть выпускники НИШ работают у вас педагогами? И помогают детям тоже реализовать свои мечты, если они хотят поступить. Но опять же мы повторяемся, ну какой-то топовый вуз, у них есть мечта. Эти ребята помогают им найти этот путь. Ну то есть пройти по нему легче и поступить уже туда, куда они хотят. А ваших педагогов не хантят? Хантят. Хантят, есть такие близкие. Хотят хантить. В принципе, кого ты удержишь, контрактом никого и не удержишь, может быть, сегодня. Даже если ты его удержал, он как бы не отдается этому. А нам нужно, чтобы люди отдавались, правильно? Наша миссия — делать детей счастливыми, делать детей успешными. И наши кадры, наши учителя разделяют. Видно, что они разделяют, они тоже борются за каждый результат, за каждого ребенка переживают. Каждый день с их родителями, ВКонтакте. И я думаю, мы смогли передать вот этот настрой, и мы как бы внутри школы. Потому что мы сами, что мы много не можем сделать, это кадры решают. И кадры тоже настроены на это. А вы сами хантите? Да. Хантим обязательно. Как вы ищете новых педагогов? Больше всего, наверное, через педагогов. И через родителей также. И через родителей. В ТикТоке же есть популярный педагог, учитель химии. Кстати, наши тоже, да. Еще один вопрос, который, мне кажется, волнует всех родителей. Чем кормите детей? Потому что у меня во всех чатах это всегда такая, знаете, популярная тема. Сами кормите или у вас аутсорс? Да, мы сами кормим. Трехразовый завтрак. На завтрак мы даем обычно каши, обед. Первое, второе. И полдник. На полдник мы даем выпечки, фрукты. Ваши дети учатся же в вашей школе? Наши дети учатся в нашей школе, да. Это, кстати, тоже показательно, да? Своих детей вы точно плохо кормить не станете. Да. Ну, вы сказали о том, что ваши дети и стали стимулом для открытия школы. Безусловно, так. Наши дети, они открытые, могут свободно говорить о своих проблемах. Нравится, не нравится, я хочу так. Но при этом договороспособны. Ну, то есть, такие навыки уже, которые пригодятся в жизни. Soft skills. Soft skills наравне с знаниями. Предметные знания мы тоже проверяем, и они как бы нас радуют. Интерес есть у наших детей учиться, что радует. Хотя изначально кажется, что как будто бы вот ваша школа про зубрежку, да? Потому что если каждую неделю там дети сдают тесты, ну, казалось бы, там все можно вызубрить, да? То есть, ну, вы все-таки делаете акцент на скиллы, да? То есть, на навыки. Навыки, да. Работы в команде, коммуникационные навыки, навыки мышления, разностороннее мышление. А что говорят родители? Какие они изменения видят? Да, родители обычно через 2-3 месяца, они приходят очень довольные. Нам же родители говорят, как их дети поменялись. Они видят своих детей, как поменялись. У них появляется мотивация. Они становятся более ответственные. После ужина, соответственно, садятся за учебу. Родители сами же нам говорят, что раньше они не могли никак посадить, не могли заинтересовать, замотивировать. А сейчас, не знаю, у наших учителей получается замотивировать детей. Так что они приходят домой и сами садятся за урок. А в вашей школе тоже есть какие-то, скажем, бенефиты, как в учебных центрах, да? Что если ты там хорошо учишься, будет подарок? Нет, этого магазинчика нету в школе, только на курсах. Это включено в следующий год, и нам нужно обязательно тоже внедрить именно вот этот магазинчик, его улучшить. У нас есть валюта, да, зяткерок, и раздавать, ну, то есть давать эту валюту за хорошие результаты детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова